мы уже саму игру расскажи замены, да замены у Гея есть, то есть демон лакост фир вы видите играет я так понимаю, что это все таки Мигель играет, я так понимаю, на аксе, да или нет вот я не знаю, Мигель это или не Мигель сейчас попытаюсь проверить нет, это не Мигель тогда кто же это? сейчас мы попробуем узнать кто это, пока у нас Ликантроп и Верка улетели в бан My Axe, Wheels and Thrill и это первый никнейм получается что это такое, кто это? а, это все таки Майлк, да, это все таки Майлк то есть это понятно, а Роб Старк это, сейчас посмотрим кто такой Роб Старк то есть пока все четверо у нас с полным составом ЕГЭ а, это колл Юниверс и Юниверс играет как стендинг у команды ЕГЭ то же время Игрек ПП Иван, это конечно же Пупей чем непонятно почему таки, а, Нави Папи, это рядом, задом наперед вот, вот же понавыдумывают, задом наперед, никнейм Нави Папи Айплейдот и Фороскей это Хвост, Нави, Дэнди, Смайл и Супакул Нинджа неужели это, неужели Лост себе придумал такой ник? сейчас мы посмотрим, Лост ли это ух ты это даже вообще непонятно кто он просто не настроил еще вот добавим в друзья так уж и быть ну вот собственно, с одной и с второй стороны видите, скорее всего, по одному стенды ну не знаю, Лост это или не Лост, но я думаю, что все-таки Лост пишет, Увелона 29 инвайтов, дари нам хотите я вам подарю, вот сейчас дарю инвайты, смотрите, захожу в Steam у меня 29 инвайтов и просто дарю покажу вам, что это за инвайты у меня каждый день мне приходит 80 инвайтов смотрите, 29 штук и такой, заходишь, а там 29 инвайтов по доте и я сейчас дарю тем, кто напишет самое самое классное сообщение в мирке давайте, давайте, ага, конечно это вот такие вот придурки зачитаем их, которые меня в друзья добавляют Зузу, Пульсар, Джесс 770 Мартен, Бублик не, его я отыгнорирую, он не очень Старладер 1Х, этого добавим это хороший мужик вот, вот это мои инвайты, пацаны ребят, это не инвайты это типы, которые меня добавляют в друзья и делать это не надо ребят, если вы какой-то непонатный рандом нет смысла мне добавлять в друзья я все равно не добавлю так что даже не напрягайтесь ну 1Х добавил конечно добавил он же 1Х ну что Слэм молодец, пишет стримится ли на большом экране в арене матча да, очень часто стримится если люди приходят и просят включить стрим там под пивко всегда абсолютно включают так что приходите спрашивают про 1080p ну скоро будут стримы 1080p скоро будут ждем мы новых братцов ждем мы новых системников которые должны к нам добраться и будет все хорошо тогда точно итак виндранер Чен Рикки Мару Ликантроп Тайт инвокер в бане ферст пик Фреон на что отвечает команда на его недолго думаю Квапой Квапой вторым пиком что интересно и антимагом ну и пошел уже бонус тайм у Малка в 3D будут стримы да конечно Лишрак Энигма ну не знаю не знаю Лишрак Энигма в принципе интересно но ну да антимага контрить в принципе понимает как ЕГ вчера они не понимали что делать с не понимали что делать с Кумкой и Бумфлетчером ну с антимагом думает ЕГ что не понимает что делать ну посмотрим понимают ли они действительно что делать с антимагом или нет в чем прикол против антимага брать трех магов ну хороший вопрос когда будет силобир силобир будет в четверг Вилат ты говорил что будет показывать время местное если зарегаться почему это не работает потому что в настройках своих нужно выставить время пояс временной где вы живете тогда будет работать так энчантрес третий пик вот так вот так энчантрес ну и ждем еще баны что надо забанить нави даже непонятно что они здесь подзабанят что-то что-то думаю подзабанят когда пройдет бойкот артстайла ну не знаю 10 секунд remaining 5 секунд remaining виномань сразу банил майл посмотрите как долго тянет майл на каждый и вообще на каждое решение пик бан столько времени уходит у капитана на егэ очень много первый раз по-моему я вижу чтобы пугна была в бане не ну понимает что пуш намечается у егэ очень такой не хреневенький и решили забанить от греха подальше пугну кристалмейден кристалмейден улетает в бан что будет еще одним баном от нави будет ли банить пупей еще одного героя который способен помочь попушить команде вел джиньос или нет шедоу демона банит все-таки пупей ну и посмотрим что будет дальше венга тут же моментально на дэмэдж конечно же дэмэдж эталоном дэмэдж тринтам конечно же это будет венга плюс стан плюс свап все хорошо план команды егэ на игру понятен что теперь возьмут нави надо брать шейкера где каспер каспер ушел домой когда анонс онлайн асуса я не знаю велат передай привет моноброви версу забейте а уже открыть даже да то есть онлайн асус турнир у нас где на dota2 starluder или где на dota2 starluder .tv уже открыт турнир асус онлайн так что вы уже туда можете регаться ну анонс скоро будет итак задумался папе 10 секунд у него осталось что же возьмет так климентушка пак ну и задумал ли что там а или будет импровизировать что ему здесь поможет так неплохо поможет эх был бы силобер где живет каспер 16 общая кпи тут рядом идите бейте номер комнаты не знаю 17 секунд тумалка ох нихрена себе тинкер ну в принципе да если это будет очень хороший удачный пуш в начале то тинкер будет иметь быстрые три вла и это конечно будет круто очень круто с инкинга берут для ласта нави последним пиком ну и что же и начинается у нас игра начинается наша игра и будет игра веселая в любом случае в этом я уверен на тысячу процентов что нави будут ох как сопротивляться этому пушу ну а ег наверное вы знаете в открытом поле так сказать нави они бы не победили с мизери проблема мизери скорее всего будет набрит из команды или уже был набрит сразу после плеймейта ну сейчас непонятно итак игра ты где игра 10 секунд у нас осталось всего навсего 10 неделя не 10 неделя 10 тур старлиги старладер тв ег нави нави пока лидеры ег идут на шестом месте и им нужно выигрывать просто кровь из нас поехали наблюдать за игрой итак у ег лакост на энигме как раз юниверс играет на тинкере фир играет на лишь раке март на венге и демон на фурионе у нави пупей нави блинк тим пишет да у нави кстати блинки вообще у всех итак пупей на энчантрис дэнди на паке будет в миде ух ты лос на квапе ну понятно что на антимаги у нас хвостецкий и смайл на сент кинге ну поехали очень интересно мне фир написал что его лагает лакосты как всегда good luck have fun пацаны глы братюня и так далее душка такой добрый этот лакост мистер ворезмомани пауза лакост что действительно лаги что проверяем пинг и видим что да нет 260 260 230 нормальные пинги у американцев на европу а нам то что фир сейчас дисконнект вернется скоро в игру глад выиграл ли каспер против португальцев я не знаю проиграли каким то сербам так что я не знаю вышел ли каспер во второй групповой этап маторки не но они выиграли каких-то русских по-моему а потом кого-то проиграли зови на стрим нс гоу стрим со мной не продолжается игра у нас нс 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 развалил дтс как всегда наша вечная веселая поговорка про товарища нс итак поехали наблюдать фир лешаракон пошел в легкую против него будет стоять на квапе лост здесь хотя нет вряд ли это лост вы знаете по-моему ну хотя лост на квапе сложный лост обычно играет со своим ником ну может быть решил вот так войну дэнди пока в миде и на дэнди уже первый раз пытались выйти лакосты свои леса венга у нас пока полуроминг ну и демон не палится здесь фармит хвостяра пока у хвоста все по феншую здесь все нормально напомню очень жестким любителям доты что параллельно идет матч мтв квантик и его можно смотреть на англоязычном официальном стриме на сайте gosu gamers.net так что если вы интересуетесь судьбой одной из этих двух команд заглядывайте туда можете параллельно даже запустить себе трансляцию очень радует что почти 12 ночи но 10 тысяч человек смотрит за этой игрой это очень хорошо и так тэнди пока в миде здесь венга рядом надо тэндику быть осторожным в принципе вдвоем они его с тинкером вряд ли убьют лакост в лесах нужно ждать выхода лакоста или прилета фуриона но фурион первый левел и понятное дело что у него вкачаны пеньки так что ничего не будет так так лост ну не лост ладно квапа это лост или не в курсе хзы хзы никто не знает лост или не знаю пайкат ага это вряд ли пайкат да вела ржави о нс пишет что к тебе ща ворвет гу че они и форсблат на топе забирает бк с нс общался выходит пупей вот же блин как всегда и забирает фб антимаг вспоминает мне сразу игра дтс против нави на тех лапс капи там было абсолютно так же не весело для дтс собственно здесь быстрый выход энчатрис есть фб у нас и тавр здесь будет подпушен сейчас подходят крипы антимаг сенкинг есть кентавр есть здесь же пупей начинает забирать тавр ребята из команды нави ну сразу глиф сразу не хотят давай демон здесь видите уже под второй вышечкой но тут конечно вышку не так быстро сбреет но все же по чуть-чуть по чуть-чуть будут брить парни из команды нави и постоянно здесь будет напряженочка напряженочка так сказать веселуха напряженка так фир внизу пока спокойно фармит против квапы в миде дэнди особо не напрягают ну а демон вернулся на линию и надо ему ждать наверное очередного выхода товарища пупея у пупея кстати есть еще один смог так что можно еще раз попытаться спектр я уже у хвоста третий минут старого вела здорово как вообще нормально довольны игрой какой игрой на весь сегодняшний наш ванске ментония не очень так что скупы не только играли очень скучно играть какая то настолько была какая то ну типа просто ну просто дота какая то идет как в паблике зашел что ходишь фармишь 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 я не знаю что там мигель но Энджел явно аккуратно уезжал я не знаю возможно в какие то места где много курят или пьют фармишь 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 с маршем машин вот этим он намного сильнее подожди как сейчас профет убил хвоста я не знаю вообще надо короче в игру да наверное комментировать игру или что то такое да не ладно это такое мы тут начали разговаривать я что то не понял просто взял пошел хвост умер от профета просто я вообще не видел где это я даже не знаю где профета с Тауром я щас на трупе кляцну смотрю по Тауром а ну это демон слышь это демон он просто убил его как бы на скиле с демоном не шути слушай вот сегодня вот когда вы гангировали да на первой минуте ну это тот самый ганг ну это драсп синициировал великий ганг говорит пойдем нападать понял типа лишрак первый уровень даже стана нет я уже не говорю что с этим станом попасть невозможно все равно в героя который убегает от тебя первого уровня с таном лишрака но типа у меня его в принципе нет есть такой диаболик типа второго уровня этот с Эркимару или там может третьего по-моему второго без ботинка и дрейад без замедлялки смайл тут нашел тем временем демона ну демон умирает здесь никуда уже не уйдет и вот тут гонять а потом подкопают он сдохнет ага ты смотри смайл тут потерялся уже смайл потерялся нет демон такими темпами тут еще пупей да тут уже без варианта смайл так и не копнул смайл просто ух ты там уже 6 левел уже 7 даже нифига себе а вот тут побегал побегал ну он тут немного потерялся но ничего страшного главное что фраг получил хвост ухвоста там в порядке уже я смотрю да ухвоста вообще все отлично как раз я когда за вас играл за вас играл так он включил чувака просто нападает на пятерых медиа отвечает просто на пятерых саягисом и говорит надо их тут убивать их а нас вообще никого рядом нет ну ты наверно видел да 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 я говорю типа прыгай на меня типа ну его там спрятал этот шадов демон в остров я говорю прыгай на меня он говорит да не я их убивать сейчас буду убивать их надо смотри я их поймал такой в итоге отъехал два раза выкопился и говорит я в атаку пошел ну нормально хвост стайл он такой включил 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 обычную свою игру не ну нафармил он в любом случае дохрывает сейчас у него тоже сам нормально сыграл вот такое было вообще кстати егэ тут типа должны пушить вообще в этой игре это понимание небольшое егэ кстати я смотрел по пику они реально глупцы какие то что ли почему они не взяли сами дриаду вот ты берешь фуриона когда ферст пиком если тебе отдают ты действительно должен использовать этого фуриона на максимум ну то есть вот друзья они целили широко и нигму да ты же как ты же комментировал нашу игру против CLG вчера да да вот мы проиграли две а выиграли мы какую игру где нам отдали фуриона мы добрали еще и нчатерис еще какой то галимати разный просто пошли тавры ломать убивать везде ну за счет сумонов вначале ну тупо очень сильный перевес там типа эти два кентавра какой нибудь ряды и три сумоны фуриона они тупо сильнее чем пять героев на первом уровне поэтому не ну кстати да с ними вообще непонятно что делать если что то это ни хрена не шутки так и есть а если есть еще какие то ауры это вообще беда да и вот ну мы пошли и грубо говоря просто убили парней а здесь они взяли фуриона против них на самом деле пикнули попей какую то фигню если уж быть откровенным типа вот этот антимаг и нет ну антимаг это нормально а все остальное то антимаг нормально все две тысячи у него поп тоже все нормально я имею ввиду что ну по большому счету по пику довольно странно ну на вид такие в себе уверенные делают что хотят ну по идее мог майлк забрать тоже дряду сразу просто и пойти прижать того антимага именно очень сильно прижать сверху так чтобы у него не было никаких двух тысяч сейчас уже не было бы никаких товаров на половине карты ну майлк как то избрал другую какую то стратегию в итоге отдал опять дряду майлк вообще сегодня не хотел играть вообще сегодня с самого утра егэ начали мощнить меня и нави о переносе игры причем мы пока спали там пока я ворвался в онлайн и смайл ворвался онлайн они там нам в конфе оставили что-то сообщение наверное двадцать пять типа можно перенести у нас проблемы с составом у нас тут мизери мы набрели там еще что-то пожалуйста 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 что вы об этом думаете потом просто в пять часов просыпается смайл и пишет я думаю что пахнет техлуза и в итоге короче заставили таки играть что он будет в егэ ну типа это уже официально можно считать не наверное спалил это вроде секрет да какая разница боже тут эти все секреты раскрываются каждый день вообще ну типа того он короче пульбу будет катать за них потому что в гаспула а почему они выгнали мизери я не понимаю они меня не выгнали мизери ну типа то есть они выгнали мизери потому что смотри что делают кстати говоря эту стратегию придумал год давно но я тестил мне не понравилось слишком мало ааа да ладно они просто не агриться это ты а чё? ну и на эншетов глянь просто сейчас да они просто не агриться он типа их просто убивает да ну нахер лол лол вот это чит нет я это запалил с самой первой минуты что они тут делают так подожди это надо отписать ну что это за бред ну да 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 смотри у Титкина отрывала ниоткуда вообще косарь нафармил у него было 1000 денег стало 2200 косарь с лишним даже вот это прикол да короче чем то я говорил а так они проиграли DTS типа эти EG эм ну и там пересрались мизери он уже давно гонит он к нам в команду просит ну мне кажется он не только к нам просился он говорит если у вас там будет слотец там берите меня я умею на подпо играть да такое да может еще кому то просился ну наверное я думаю вот ну ему не нравилось в EG играть а тут они проиграли DTS ну он в квантик просился это точно причем его может быть даже возьмут кого кого в квантик а ну да наверное да там свои вместо какого нибудь дурачка типа ангела и он кстати хорошо им войдет да он им войдет вообще отлично вместо ангела ну да там ангел вообще какое то дно непонятное он он сейчас еще и как то так получилось все герои изменились и теперь ангел играет на бруде и энигме ну да 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 ходит в сложную сегодня сегодня он в сумме в трех матчах насобирал где то что то из разряда 3 на 37 что то такое вот за три игры это вообще жестоко потому что если раньше он хоть играл типа ну обсидианами какими то там ну да под мой там на его герой хотя бы-либо им там что то куда то то это конечно и енигмы всякие это совсем провал там да там мизери было бы получше то да на таких героев которые идут на сложную посошедших друг на мань у опытного там он в любом случае нормально бы стоял ну а у них сейчас в итоге капитан gideли амигель отыграет на всех героях Которые отыгрывают главной роли а анджела куда то запихнули непонятно куда он там и видит это как дело у них совсем совсем расхаялась Вообще, знаешь, я так смотрю на статистику StarLadder и понимаю, что команды, они просто взлетают, падают А что игра, что пауза стоит? Ну, что-то там Na'Vi попросили паузу А, ну смотри, видишь, этот, например, VV, вот эти, ну, Вестерн Вульфс, тоже команда Вроде как все думали, наверное, буквально месяц назад, что это один из фаворитов, да, типа? В итоге у них 4.03 и типа вообще непонятно, или сколько, 4.04 И вообще они всем проигрывают и совсем они сдулись Ну, они сегодня у МТВ проиграли, как вообще у МТВ можно проиграть? Вот можно, ну, как бы ЦЛГ тоже проиграли у МТВ Ну, кстати, да Да, не, мне вообще нравится эта лига, она именно такая, ну, такая длинная, все с каждым играют И вот тут видно весь этот рандом этой доты, то есть, ну, окей, есть команда, там, типа Na'Vi, которая не проигрывает Ну, вы, подожди, вы у кого проиграли? Вы проиграли у Na'Vi и у ЦЛГ? Да, два тура Это, а все остальные, ты посмотри на этот маразм вообще, там, MTV выигрывает у ЦЛГ, там, DTS Какой-то дебилизм творится Какие-то там все кому-то проигрывают по очереди, там такие команды, как Maus, просто со всеми играют на рандоме Я не удивлюсь, если Maus выиграть могут у любой вообще команды, ну, и также могут проиграть там PR-ом, походу Ну, PR-ом они, не, PR-ом у Фнатика выиграли Кстати, у нас же Фнатики будут доигрывать сезон, типа, новый состав Honor Я в курсе, они же перенесли игру Ты видел же чат? А, да-да-да-да, у меня что-то с чатом Не знаю, у меня тут 100 тысяч штук этих чатов, я там за всеми не слежу, у меня для этого есть Кипер Я понял, Кипер молодец, но я тебе просто говорю, что они перенесли на воскресенье нашу игру Ну, я понял, надо им подсобраться, наверное, еще с мыслями, у них там даже еще пятого, по-моему, нет Хвост тут с демоном опять дерется и демон его опять чуть-чуть убит О, он что-то такое исполнял, исполнял, он не стал дальше идти, хотя, по идее, а, не, вообще не мог он, на самом деле, его убить Ему бы еще пришлось бы час за ним бегать Кстати, в ЕГ этим временем убили уже второй Тауэр Да, ЕГ, а че тут по денежкам, кстати, я щас гляну, а у ЕГ это даже перевес Не, ну между прочим... Ну, там 1000 голды, это одна вышка, даже пол вышки Ну, да-да Ну, то, что у Тинкера уже 1000 голды, бутсов тревел, 12-ая минута, блин Ой-ой-ой, поймали Смайла, Смайла сейчас умрет, нет Не, не умрет, не умрет, никак не умрет, он там спокойно уходит Тут вот, вот Пупей может отъехать Нет, ты его спас, Дэнди спас Дэнди ультом спас, ну и нападать, в принципе, туда нет смысла Квопа какой левел? Квопа левел 8, есть ПТ, на силу Не, не, нападатель... Ой, пошел Хвост, Хвост в спину пошел просто Сейчас Хвост просто прыгнет, скажет, гоу, пацаны, все На самом деле, я смотрю И понимаю, что, в принципе, у ЕГ это все шансы здесь Если они сейчас не будут страдать фигней Откровенно... Ну, просто забирать Товарай и все правильно делать Не будут собирать Медаса на Энигмах, как там, против ПГГ Ну, это вообще бодурдом А просто сейчас соберет тот же Лакост А, ну Лакост уже собирает БКБ Короче, нужна Мека, элементарный и Пайп Да, ну и Аура, Винги, и все, поехали убивать Мека, Пайп, быстрая Учитывая, что они забирают Товара, хорошо Ты собираешь Мекку, Пайп, и пока у всяких Сынкутов нет даггера, у Акаши нет одиннству У Пака нет даггера и так далее Ну смотри, сейчас Тинкер просто стоит, застреливает И, как бы, никто не может подойти Ты идешь с Меккой и Пайпом по, грубо, по всем сторонам и забираешь... Фир сейчас умирает Фир умрет, конечно, здесь ничего я с ним не делаю Ой, еще сцепили Вингу А тут сейчас Лакост с Касси, это ульт, хорошо Ой, Марш Мэднесс А что дальше? А чем убивать? Раз! Ой, хвост ушел! А ты не недооценивай, не недооценивай Это такая же... Дэнни, демон влетел просто в четверых лоу хпшных Демон в своем репертуаре последнем Я не знаю, я смотрю, что творит демона Ну и в итоге, смотри Нави у четверых просто по 50 хп и четверо ег мертвые Красиво развели Не, нави в 5 на 5 очень красиво исполняют Ред просто пишет Майлк Ну да Ну демон, конечно, как ты правильно сказал, в своем репертуаре Вот он в фиде, мы сегодня со Смайлом первую игру комментировали Смайл говорит, вот демон и ангел Это говорит вообще два своих пацана Ну демон что-то вообще с ума сошел в последнее время То есть, как говорят у нас В нашем комьюнити, так сказать, демон Один из чуваков, он типа Все знают Хексора Ну, чуваки там с про доты, я не знаю, они там скажут Хексор, да он вообще лучший игрок там галактики Ну какие-то чуваки с про доты Он там вообще такое исполняет Смотри его мувики, а ничего, что чувак просто В каждой своей игре пытается что-то сделать на мувик Ну ясное дело, у него иногда получаются эти моменты И он их записывает в свой мувик Но играет он как абсолютная помойка Вот этот демон в последнее время начал так же играть Хотя вот еще игрок очень талантливый Но вот эти вот постоянные какие-то попытки Именно не сыграть Ну что-то сообразить Как-то минус 4 Да, не сыграть на верочку Не сыграть просто как надо И убить или там Где надо оттерпеть Где надо не оттерпеть А вот это постоянно какие-то моменты Ой там 4 красных Сейчас ворвусь Сделаю трипл килл Типа в мувик заеду Старладера Десятой недели И что-то такое Ну типа а в итоге что В итоге просто фиданул Вообще смысла никакого фидить нет Кстати вот у них между прочим Мекку как раз таки демона собирает У него в общем-то Он уже может собрать Да, сейчас Т2 тавр заберут Да, сейчас они забирают на халяву тавр На Ви вообще не девят Ну типа им тупо На Ви забирают в миде Не, на Ви заберут в миде Да, но А ты смотри тут Фурион ультанул Дэнди чуть не умер Нет там жестко залетают ракеты Еще Фурион ультит Но размен неравный Прямо скажем там два тавра Ну они на Т3 вообще пошли И они его надамажат довольно плотно Сильно надамажат Да, тут главное в таких моментах Всегда не нафидить Вот надамажат И сейчас уйти Вот надо просто уже уйти А уже вот Фи расстаться и заберет тавр Смотри еще и побьют бараки А сюда прилетел Тинкер Вот это беда Только Мека до сих пор еще не прилетела Ну это минус бараки То есть на Ви тут не отдефит бараки Ой 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 А вот это на самом деле дико неожиданно Ой Дэнди хорошо как на троих Просто дает санс на тимах минус раз Умирает смайл там Минус два Да Тут на самом деле просто уже суицид Снад за барак по любому Вот тут нельзя Да но фир суицидит Барак нормально Фир забрал барак Смайл выкупился Фир еще дерется тут сквопой Кто-то пролетает тинкер Возвращается Барак еще рейнжовый тоже бьется Даблкилл там сделал тем временем антимах Там короче на самом деле все умирают Выкупаются Смотри Какая-то драка типа Снегин хопнул Тут просто дурдом Второй барак Кстати говоря походу тоже упадет Тупо эту катапульту смайл не успеет убить Он ее даже и не начинает бить почему-то Так ой-ой-ой тут хвост сейчас встрянет Хвост режет фира у хвоста Есть ульт Там короче падает второй барак Ультани хвост А нет там мекап поздно Ульта лук дэнди Хорош Ничего не будет Но Хвост викидсик откуда-то нарисовал Офидели они конечно знатно здесь егэ Но на самом деле бараки на 16 минуте Против фуриона терять Ну да это беда И против тинкера у которого тревелай Который в драке только что не умирал И у него косарь 800 Форстап тревелай Вот это да Если так вдуматься вообще о мобильности пика Вот этих егэ То есть этот фурион И этот тинкер с тревелами Они серьезно могут сейчас именно зажать на базе так Что вообще не выпустить никуда нави А что такое значит зажать на базе Это значит что можно фармить всю карту А что такое фармить всю карту Это значит что какая-нибудь венга тоже может себе купить Там пару брасеров и госскептер Ее уже и антимаг не убьет Ну кстати вот я смотрю сейчас на Лишракау Лишракау Драмуф Эндуранс Пойнт Бустер У него 1100 хп Уже силен Венгау Брасер ПТ А кстати смотри Бульба то сменил ник на Бульба Вон посреди игры Видишь Бульба Ну вот понимаешь Нави жарит Надо ж блин ну Не выпетриваться Да я ж Нави жарю Красавчик Бульба Ну между прочим ЕГЭ сейчас если очки отожмут у Нави Это конечно уже интереснее становится Да это Ну в любом случае Все равно мой прогноз пока остается в силе Что ну как бы М5 Даррер и Нави будут на лане А за четвертое место будет именно Рубилова Между Дигнитас и ЕГЭ Скорее всего так оно и будет наверное Ну возможно Ну я не знаю Тут еще долго Много надо собирать Ну еще да еще 6 туров осталось Чисто в теории И Нави могут проиграть Еще 3 игры там да Ну да это на беда будет И мы можем проиграть еще 3 игры Ну у М5 там вообще у них 3 поражения На самом деле еще 2 игры проигрывают И уже вряд ли выйдут Ну да да 2 игры проигрывают и уже беда Ой Дэнди вошел Сайлент Ульт на троих Хороший ультимейт Квапы нету все живы А вот Все живы Ну и что сейчас на фидит Сейчас на фидит ЕГЭ Минус 1 Минус 2 Да на фидит Сейчас прилетит Тинкер летит Ух ты Куда же он себя вытолкал то А не он никуда себя не вытолкал Дэнди уйдет Нет Дэнди Дэнди застрял А его не видят Да 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 Его не видят Ничего с ним там страшного Опа видели Ну понимали где он приблизительно Но все равно не убили Двое умерли Я не увидел там был байбек или нет Кто то умер Да кто то выкупился Лешрак Лешрак выкупился Не 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 фир выкупился Ну короче На самом деле Видишь какое тут дело То есть Кажется что вот на ВИ все хорошо у них Они там убивают и так далее Но у них сейчас если упадет вторая сторона Это все Именно Такая мерзость у этих Американцев И такая уже ситуация Учитывая что сверху нет тавра Что им это в принципе умирать вот так не очень страшно Они умирают Опа ворвались все с на тинкера Сынкин хорошо Минус бульба Ой Смайл ансамбле сбил себе сам ульт короче Тинкер просто Тинкер просто сделал даблкил Какой то непонятно Умер баг Умер короче акаша Ой 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 Минус три как Я тебе объясню как Просто на самом деле Я тут выпил уже полтора литра пива Мне трудно быстро говорить Быстро и четко Но Я вообще я вот сейчас в драках Я мало что понимаю Тут какой то такое происходит Они просто притканулись На тинкера Вообще то это Дикая глупость по идее Ну делать им нечем Надо как то рисковать Не ну тинкера они убили А они его не смогли бы убить Потому что есть этот Есть винка Не ну подожди Они его такие убили Просто что блин Он выкупился прилетел И поубивал всех Ну короче там он Пустил просто этот марш машин Который очень Очень большой Бульба сейчас убрет Хвост без ульта Ой хвост Да хвосту конец здесь Хвост без выкупа С выкупом выкупился Молодец За пупеем погоня На пупея уйдет Здесь под шелом Такая игра вообще парада Да игра очень занятная Такая забавная Тут реально какое то мясо Сынкин Вот блин сейчас бы копнуть Вот эту всю бригаду Но чуть чуть не хватает смайл Ну тоже чуть чуть Вот именно Папа прыгнул Так Отдадут лакосту Наверное здесь Даже не будут его девять Ну слайд слепую копает хорошо Попадает здесь Ааа нет Ракеты Они типа что то пытаются девять На самом деле они понимают Что им не надо девять Но они что то туда сюда Ну смотри бульбу можно цеплять Цепанули бульбу в миде Он без байбека Выталкивает себя сам И тут до свидания Нормально Ой смотри умрет сейчас Умрет лост или кто это там Накаша Анет не умер Покинь 40 хп Еще пара гоблинов попала И Фира А нет Фира не убили Тут Дэнди прыгнул Ну и прыгать хвост Набивать надо хвост Ой смотри бюджет еще Но все равно убьет его хвост Ну понятно Сейчас будет блин Вот блин Минус фир Нормально 10-18 На самом деле ну типа ЕГ плохо играют Понял? За ними погоня пять героев Цепляют энигму Все уходите Да все Дали энигму ушли Уйдите А они начинают Они знают что они ничего не сделают Серьезно У них нет вообще там лишь ракоманы Они понимают что они здесь ничего не сделают Но они разворачивают Начинают что то туда сюда мансовать В итоге умирают все Ну типа это полный пипец Перефарм по деньгам все равно в их сторону Перефарм по всему Ну типа перевес по всему в их сторону Пока что У Смайла бы здесь Конечно тот самый блинк Но у него походу его в принципе не будет Потому что он им тоже выкупался Походу на него нас забирай Он же раза два по моему Тут все уже выкупались По разу или по два Да 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 Но у Смайла он еще типа на суппорт Такой роли играет Ну как бы изначально играет на этой роли И в этой игре в частности То есть такой Сенкинг Очень плохо Вот если бы у Сенкинг здесь В этой игре был бы С итемами и с деньгами И с левелом Он бы здесь мог бы в принципе Что-то изменить Но такой Сенкинг конечно Ничего не поменяет Ничего не поменяет Две пятьсот у хвоста тем временем Есть Владимир Есть Вангвард Есть ПТ Не ну хвосту здесь надо конечно Что-то какую-то мантушку по фасту Манта здесь может Ну в принципе Много поменять Потому что там все герои мягкие Все герои такие манные То есть нападешь ты на какого-нибудь Лешрака с мантой Быстренько ему все выжжешь Он еще сам ману тратит И просто зарядить ему хороший ульт Еще рядом с кем-то И конечно так можно игру выиграть Но тут все равно будет тяжело У них голые бараки помидуют ЕГЭ надо сейчас собираться Не-не тут будет очень тяжко На самом деле как ни крути Потому что ЕГЭ Ну они еще неправильно делают Им надо вообще-то говоря С таким преимуществом Просто еще раз идти Бесконечно Да-да ну стоп давить 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 Все время в атаку Потому что рано или поздно получится Как вы и хоумов давили на Интернешн По крайней мере они здесь выкупились Вот например анти Как они отбились по большому счету На Ави сейчас выкупался антимаг А у них все с кулдаун Идешь просто еще раз убиваешь антимага И все Ну вот есть БКБ сейчас у лакосты Бульба фуловую Всех все есть Просто пойти и нападать по миду Линии тем более они отпушены Кстати очень глупо Очень глупо собирается Лешрак Ну а гоним По идее глупость надо БКБ собирать Ну типа там такие герои Тут нужен либо пайп Тут даже пайп не спасать Если так подумать Какой нахрен пайп Я зову чуваков Сенткинг Акаша Ну от квопы и от пака Ну не знаю В принципе да тут пайп не особо Но все равно Для коллекции пошел бы Нет ну это я сам делал Тут реально нужно БКБ Всем ключевым играм Ой-ой-ой-ой Смотри сейчас в лесу поймают Ой как можно всех поймать Если Дэнди прыгнет на четверых Дэнди на четверых Ультимейт Лакосты в БКБ Блэкхоул Ой какой хороший Блэкхоул Тут лост вырезает Умер лост Смотри Умер лост Да умер только лост Разменяли на венгу Пока размен не очень Ну а ну еще бежит короче Хвост убьет демона Да Минус 2 Там какая-то драка продолжается Нет ничего интересного Нет тут разбежались в разные стороны ЕГЭ А их сейчас будут догонять ТП ауты делает бульба А Лакосты не может Фир тоже не может Хвост это видит Не-не-не-не Тут им нельзя Тут скорее всего не надо навелись под тавер Это нельзя делать бульба Сейчас прилетит бульба Лакосты без маны Хорошо минус Ой хорош сынкин Как копнул двоих то Смайл очень хорошо сыграл на самом деле Не стал вейстись стан В умирающую нигму Подкопал Лишака Правда поплатился сам Но минус 2 Ничего страшного Минус 4 опять делает нави Тут Лишак плохо сыграл Ну если так откровенно Ему просто надо было сеять там до конца уже В этом лесу своем Если бы к нему бы полезли Включать все свои приколы Кстати там на базе уже Т4 тавер возле трона Почти И сжечь Так ну тут между прочим Нави надо бы поймать моментик А преимущество по деньгам просто бешеное у ЕК Пять тысяч Ну оно не бешеное А по экспе десять тысяч у нави Ну то есть понятно Ну потому что очень много смертей в драках Тут нави бы пойти и просто подгадать момент Какой нафиг момент? Просто ряд идет Берет любого крипа Или двух Они в смоке с антимагом Тут убивают Рошана Очень быстро убьют Там типа есть у антимага уже все Чтобы Рошана убивать У антимага монтостайл через тысячу Даже меньше Просто Рошан серьезно тут очень много решает Вот если ЕГЭ его пойдут убьют То это тоже очень много может решить Надо его нави забирать То есть антимаг с Айгесом Ну да это уже беда Там не пропушишь скорее всего Собрались сейчас ЕГЭ Опять по Миду Лакосты идет Они уже очень долго грубо говоря Мнут одно место которое не надо мять Потому что ну серьезно Сейчас хвост в спину запрыгает на счет резать Вот правильно все делают Вот хвост на Вингу Винга должна стандовать хоть что-то А тут Энигма дала станд На Ви так шутить не надо Типа товарищ кто опытный Я не знаю что им нельзя сидеть на базе Летает Ну все улетели нормально Ну тут не улетел Майл Только Майл тут борода Там его просто разорвали этого Майл Да порвало и пошел фармить короче хвост А ну ему тут мешают смотри как Гоблины какие то еще иллюзии Что то летает Фурион стоит Фурион какой то битый да Непонятно Смотри за живот схватился Стоит такой Такой Все пропал Ну вот правильно роберт Ну делают все нави Они вот ловят просто напросто На подходах даже к центру Короче я не знаю что ждут ЕГЭ Походу Хекса Вот Хекс сейчас будет Хексу от Бульбы Вот через 100 голды Ну сейчас он нафармит В принципе Хекс Это ну Ну это крутая тема Если опять таки Весомый аргумент Если нави будут стоять на хайграунде Ну нави их будет просто ловить и все А ты знаешь Не ну это просто в драке весомый аргумент То что опять это перма Хекс Или даже не перма а просто Хекс Это хорошо Ты знаешь тут какой прикол тут А Да У Пака же убрали автокаст Да с шифта Да убрали Пока у него был короче автокаст на шифте Он когда ставил его На него Хекс не работал Типа в шифт уходил он от Хекса Лол Очень круто Мы играли когда мы тинкера все время брали там с баунтихантером Это конечно полная задница была Нападает Серега ну вот типа на кого-то на Пака Типа за Блинг Прыгает в Хекс его а тут в шифт А что ты сделаешь Потому что автокаст Это у меня автокаст и я молодец Ну что ЕГЭ пошли опять Вот демон чуть отстает Ну Вот нами надо принимать Слишком далеко сейчас хвост Хвост заберет тавр внизу и тогда прилетит Да Но это будет поздновато уже Если не дай бог еще поймают какого-то дэнди Это вообще беда Ну дэнди тагер не поймают По большому счету нельзя пускать конечно ЕГЭ к себе на рапу Рисует Рисует лакост как надо заходить Типа через верх В принципе это хорошая идея кстати Ну да можно попробовать смоки У Нави там не стоит никаких синтрей Типа можно смокнуть Отостайл у антимага Дождались все-таки Хекс есть Без байбэка Да без байбэка И если сейчас потеряют Ну это беда будет Если сейчас хвост отдастся Это действительно Не если хвост умрет Это скорее всего будет поражение Ну тут нет Зашли на хайграунд Надо сейчас и долоны И так далее Бить барак Смок Как хитро где-то слева вообще стоит Будет заходить сзади Задумал Вот пошел бульба Я сейчас нашел смайла Да увидел смайла Винга Опа Хвост пошел на лакосты Лакосты почти без маны Лакосты очень глупы Если бы лакосты просто Стан так Демон тоже без маны Вот хекс Хекс поста и все Никто не бьет все разбежались Пак на двоих ульт Все разбежались там снизу ловится Демя умрет бульба Минус бульба Отлично все Минус бульба дальше убивать всех Просто Да 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 Демон улетает Лакосты Ну вот хорошо И смайл очень вовремя Минус 5 Минус 3 И тут все умрут Да А на самом деле все началось с того что Лакост дурачок Сразу ее залпы бкб Засасывал бы антимага И там бы Ну да его бы убили Просто убили бы антимага И было бы Ну было бы гг А так слышь там бараки упали на миде У нас Ой лол А как они упали А вот так вот Хе-хе-хе Просто крипы Фреон сюда долетает Добивая Хорош Ой-ой-ой-ой Да Ого А ты помнишь Ты же помнишь как играли Мимы Как играли Мимы На том же Интернешнл Помнишь эти игры А да 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 Там же на постой Такая херня происходит Против этих Против Миттраст по-моему Или против А против Скайз Типа когда у них счет 4,30 В пользу скайз А скайз с базы выйти не мог Потому что мимы просто оккупировали их, там, некрономиконов 5 штук собирали. Где тут некрономиконы, чё они отступили от своих пич? Да, суперстратегия, та же команда. Просто в атаку некрами, фурион полетел, тингер полетел, это же вообще дурдом. А, вот, смотри, на вид делают всё верно, бывает сейчас Рошана. Вот их бы там поймать. Да. У EG нет Вижена. Вот бежит сейчас, неужели сейчас Макс палит? Так куда, чё ж не успеют, там Рошан. Успеют, да-да-да, тут идёт крип. И там, вообще, хвосту Рошану с лицом разбивает, смотри, баш, чтобы башит. Ой-ой-ой, а если сейчас Na'Vi отдадут Рошана, это вообще путь. А Сандры, они спровоцировали EG пойти теперь на Рошана, EG вспомнили, что этот герой... Помнишь, как Ваня говорил? Мы всё правильно сделали. Или это не Ваня говорил, когда на Рошане драка на Интернешнале было? Это ты как раз рассказывал, что... Не, Ваня, Ваня рассказывал, что мы всё правильно делали. Мы зашли на Рошана, чтобы его побить, для того, чтобы заменить соперника, чтобы он пошёл его побил, а чтобы мы ушли. План Капкан. План Капкан, всё верно. Ну, тут очень проблема у Na'Vi в том, что очень легко отпушивать, пропушивать стороны у EG к базе Na'Vi. Ну да. В любом случае, кому-то 9C придётся пойти. А в это время, как бы, Рошану может и упасть. А EG очень быстро убивает Рошана за счёт миллиарда суммон. Кстати, по тронам, по тронам уже одного товара нет. Так, Na'Vi быстро добивает. А, идут. Ну, а EG это видит, EG это видит, и EG надо врываться. Вот Фурион туда должен просто прилететь, побежал уже Майлк. Ну, и вот надо уже EG врываться, если они хотят что-то делать. Залетели Рокеты. Ой-ой-ой-ой, как же не вовремя. Напали на Пупея. Ну, короче, тот... Ой, как этот марш машин в Коце? Ты посмотри на Пупея. Да, Пупей почти битый. И ракеты, а чё ракеты сейчас свапает его Майлк? Хвост пошёл добивать Рошана, просто сам. Хвост пошёл добивать Рошана, но это как... Пульба минус Пупей. Всё, хвост ушёл. Рошан. На самом деле это очень сейчас всё плохо. Не, погоня пошла. Нормальный ульт на двоих. Лакост, и без Блэкхоула. И без БКБ. Умрёк. Опа, минус раз. Минус два. Да-да-да, хорошо. Нормально, Сенкинд капнул трубик. Ну, а посмотри, что делают эти крысы в это время. Они просто... Ну, типа... Они просто... Демон просто грызёт. А, и смотри, смотри, что делает. Ой, 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 прикинь. Ну, успел, успел хвост взять. Успел хвост взять, а, Егнес? Бульба, ну, и тут уже не хиксанёт. Бульба надо убивать, блядь. Чё происходит вообще в игре? Ну, типа, не смог. У него мэна не хватило на ульт. Он не получил ПТ, но, типа, хвост там тоже, походу, на падике уже. Он взял манты, не хватило мана на ульт, хотя мог ПТ переключить с Акилки. Хватило бы, убил бы сразу. Да, но чё-то затупил. Бывает. Не, ну это бородат. Фурион их сейчас будет задалбывать очень долго. Я чувствую, Дэнди купил Аганим. Нормально. Не, ну это такая очень забавная игра, как ни крути. Егэ продолжает пушить-то. Бульба, 1600 голды. Правильно, продолжают. Но Бульба с байбэком это очень круто, потому что если в какой-то драке, действительно можно просто-напросто, Фурион и Бульба умирает, и тут же возвращаются. У одного-второго есть байбэки. Хвост покупает все персу, будет покупать этот, ну, наверное, линку, что ли, против Хекса. Ну, а что ж ты ещё купишь? Или Баттлфурию так поздно, чтобы отпушивать. Не, ну Баттлфурия тут не имеет вообще никакого смысла. Не, 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 Баттлфурия, чтобы отпушивать вот это всё, это имеет смысл. Потому что антимагу в один момент надо будет пойти, ну, типа, по стороне, в соло. Ну да, и пропушить дальше, чем можно. Так что, наверное, скорее всего, да. Скорее всего, он купит всё-таки Баттлфурию, потому что линка это всё-таки абсурд какой. Ну, хорошо, что Аегис есть у хвоста, это очень хорошо. Ну да, да, это он успел взять, на самом деле. Там такая тоже доля секунды, тпшился уже Бульба, и его станет Лишак сверху. Если бы Бульба успел взять Аегис, это было бы вообще габела. Так, Даггер купил себе Тинкер вдогоночку. Ничего нового у демона, он держит на байбэк. Нет, демон ничего нового, но на самом деле они вот, мне кажется, неправы здесь, тот же демон. Вот вообще, на самом деле, они сейчас всё будут дальше пушить, пушить как сумасшедшие, а по-хорошему им это не нужно. Иди ты, нафарми ты какие-нибудь себе арты. А где ты нафармишь? Ну, где ходишь, там нафарми. Линии постоянно у тебя отпушены. У тебя для фарма остаётся поллинии, буквально. Не, ну это не сами создают ситуацию. Ну да. Там Фурион кидает ульту, там Тинкер тпшится. Ну всё, они пойдут по низу и сейчас будут просто стоять, а Нави надо их принимать как-то. Да, да, ну смотри, видишь, хвост уже пушит вверх, он будет пушить. А, не, он не будет далеко пушить, у него нет тп элементарной. О, сейчас будет как ПГГ Володька. Не, не, он быстро вернётся. Ну, блинками, да? Ну, им даже не место чего положить. Тпшку. Владимир выжить к чертям собачьим. Хотя нет, ну уже найт нам. Вот Фурион просто ультанул и вот опять сейчас просто линия встретится, ЭГГ. Хвост уже возвращается. О, пошёл хвост. Ну, хвост пошёл лес фармить, чтобы быть ближе. Здесь опять Тинкер продолжает обузить. Продолжает, да. Они за счёт этого и тем очень много денег подняли в игре. Я уже смотрю, он уже убивает, я не знаю, как по счёту, эншентов. Ну, ЭГ вот сейчас прислушались к тебе и никуда не идут, пытаются где-то нафармить. Ну, это логично. Им по большому счёту никуда не нужно идти. Вот, может быть, поймать вот такого хвоста, загулявшего наглого, убить ему хотя бы Айегис. Потому что, ну, типа, смысла нет пушить. Ты видишь, потому что чё на Ви делают? Они реально боятся, они не знают, куда им пойти. Они стоят на базе, то есть не фармят. Фармит один хвост. А у ЭГГ вся карта в их распоряжении. Ну, типа, могут фармить что-то. Ну, да, леса свои чужие. Что-то в миди, в миди какая-то встреча. Ой, в лог. В миди Майлк встретил друга. Зустрив старого друга. Решил, чё, закончится случайно, что ли? Да, друг ему объяснил, что он неправ. А, ну смотри, Нави-то вообще по миду так поехали к миду. Поубивать решили? Ну, их там видят. Вард стоит на линии. Бульба. Бульба просто будет пушить линии. Фурион будет пушить. Им нельзя по миду никуда идти. Вот они сейчас идут за Бульбу, а Бульбу уже нет. Никуда не выпустят. Вот сейчас самая большая проблема против таких героев играть. То есть, тут нужно такую критическую массу итемов нафармить, ну, Нави. Именно такую, чтобы ты мог... Ну, это минут 20 ещё. Как бы это сказать. Просто пойти и сломать трон. Да, просто мог пойти, да, и сломать трон. Чтобы тебе за это время не успел ты путься Фурион, Тинкер и не сломать твой трон. Ну, сейчас Тинкер наверху уже снять. Это надо 6 слотов там на антимаги и ещё ждать на слоты на всех остальных. Потому что антимаги в соло тоже убьют. Да, тут, конечно, печалюшка сейчас у Нави. Ну, видишь, ну, Нави хорошо всё-таки отыграли в какой-то момент игры. Всё-таки по киллам большой перевес. Так что ЕГЭ, ну, не смогли пойти просто закончить. Теперь, как бы, ЕГЭ тоже побаиваются. Они, на самом деле, ЕГЭ ждут элементарно, пока ЕГЭ скончится. Ну, им, как бы, больше ждать нельзя. Ну, да, чтобы подраться потом на Рошай. Потому что сейчас нету идти смысла. Памят у них есть, я думаю. Я думаю, должен быть. Вот они и фармят. Типа, вот Фурион фармит. На самом деле, ну, по большому счёту, ЕГЭ надо нафармить, там, не кров, вот, третьих. Две-три штуки. И это, как бы, автоматически ГГ будет. Потому что, ну, элементарно Нави не смогут ничего сделать. Ну, Некра тут никто не фармит, походу. Вызывает, ну, не знаю, Фурион может фармить, у него много денег. Может, не фармит. Ну, просто... Ну, так, когда вызываются три пачки Некров, это беда. Три пачки Некров, две пачки Тринтов, и эти, самон, Эникмы. И просто всё это идёт, короче, на бараке, а ты просто начинаешь драку. Ну, типа, вот, дерёшься, не дерёшься, а бараки упали. Чтоб ты не делал. Ну, такой абуз, это известный. Это самое крутое, с волком работает, то, что там... Ну, да. Вообще, КГВП. Ну, типа, вот выиграли на Ви 5. На Ви 5.0 выиграют драку, а бараки упали, и мега-крипы, как бы, и что ты сделаешь дальше? Дальше тебе уже и антимаг не поможет. Антимаг действительно с Бапа Фори, видишь, бегает теперь нагло пытается... Отпушиваем, отпушиваем, отпушиваем. Пошёл в чужие леса уже нагло фармить. Я говорю, нагло пытается фармить чужие леса, где нет крипов. Их уже... Ну, её сейчас он найдёт здесь демона, а не, не найдёт. Он и тех крипов, и этих крипов. Нормально, всех за раз, вот, видит, видит сейчас хвостану, что ты с ним сделаешь? Хотя, хикс есть. Не, не, с хвостом вообще очень легко сделать. Забей. Хвост там всё. В хиксине работает его пассивка, как бы, а там Тинкер с пермохиксом, у него хватит где-то хиксана 4, наверное, маны. Опа, смоуки, смоуки побежали. Нави сверху хайк, не видели этого смоука? Не видели, да, этого смоука. Ой, её, если сейчас поймают. Слышь, они могли его видеть, во второй доте смог юзать, ну, типа, настолько большой. Ну, там, ренч на две карты почти. Да, у Е вот этого взрыва настолько большой, что вот левый варц мог запалить этот, типа, взрыв тумана. Ну, тут, видишь, выходит хвост вперёд. Ну, понятно, если на остальных в спину пойдут, то, может, и потом беда. Не, не, они никуда не пойдут, они тут что-то ходят, бродят. Они думают найти кого-то, опять-таки, того же хвоста, который сейчас пойдёт лес фармить свой, а хвост туда и пойдёт. Опа, бульба спалился. Бульба его, типа, нашёл, но, типа, сам испугался, что нашёл и, блин, канулся куда-то. Ну, короче, игра, на самом деле, стала скучной. Ну, на самом деле, да, потому что ЕГ боятся, ЕГ ждут, пока закончится Аэгис, а... Они чё, поверху хотят зайти сейчас на базу и, там, на базе уже драться. И фраг догадался всё-таки купить себе БКБ, а не Аганим, молодец. Пять баллов. Чем он четыре штуки, что хочет. Хвост подпушил линию и дальше не идёт. Он, опять-таки, мог бы сейчас Т2 тавер бить, но боится, что не успеет вернуться. Эйд, боится. Нет, он боится умереть. Нет, ТП просто. Это нифига не шутки. Да нет, дело не в том, что они нет ТП, они не успели бы там ничего ЕГ сделать, они ещё далеко. Дю-дю-дю, хвост! Просто вот в чём, не шутки, да. Пермой, Хекс, ты никуда не уходишь, ты просто всё время в Хексе. Минус, минус Эгис и убежали, просто убежали. Дэнди здесь, Дэнди, пак! На двоих ульт. Ага, и что, БКБ, одного демона. Демона на Хекс. А Белла, все остальные уйдут. Вроде бы. Ну да, должны уходить. Не-не-не, хвост ещё будет гнаться за Лишаком. Он его вряд ли убьёт, конечно, это он так что-то хочет от него. Не, может убить. Да не-не-не, забей, ну ты чё. Ну это ему надо... Ну Шек ещё и на фейсах, да, здесь же Тинкер. Хекс! Бульба, Хекс, да, Хекс, лазер на ракета, бах. Ну, тут ничего не произойдёт. Просто, ну, в принципе, нормальный размер. Ой, ну хвост! Ой-ой-ой-ой. Чуть не встрял, хвост под стан, попал. Смотри, Фиро забрали. Хорошо, Фиро забрали. Куда пошёл, Лакосты в Сайленсе. Майлд тоже умирает. Выкупался демон, наконец-то. Он чё-то ждал, ждал, ждал. И такой говорит... А, он... Демон базу несёт! Демон несёт базу просто! Чтобы топнуться на базу, как и Нави. Пока Нави все здесь, всё, Смайл улетел. Красавчик, демон, красавчик. Ну и всё, и заставил всех остановить погоню. Типа размен... Не, размен хороший. Размен очень хороший. Они убили троих, заставили байбэк сделать демона, поменяли их на Эггис, а Рошан новый появится вот через... Он был вроде как не очень этот размен, а стал хороший. Притом, у Нави как-то было так всё офигенно круто отпушено, что... И видишь, у них даже тавер этот не упал. Последний на базе. Хотя они очень долго гонялись, очень долго. Опа! Ой, демон, лол! А чё он сделал? Я просмотрел. Ну я понял, он тут погибает. Просто его... А, нет, не погибает. Хвост ультанёт или нет? Ой, да ладно, слышишь. А прикинь, как демон развёл, он не развёл. Так вот получилось, как-то... Скрылся. 13.31 в пользу Нави. Сороковая минута. Тауэр возле трона. 300 хп. Т2 товара стоят у ЕГЭ. Да, игра ещё затянется, конечно. Боже, 12 час ночи здесь. Игра, я думаю, будет идти примерно до следующего Рошана. Потом она уже быстро закончится. 12 час ночи. 11.5 тысяч человек смотрят эту игру. Это вообще фантастика. Потому что это замечательная игра, я считаю. Кстати, из сегодняшних действительно самое интересное. До этого было три игры квантиков. Ну да, там такое, да. Ой, смотри, тут, короче, нападают на Ви, ну или что-то готовят какую-то непонятную атаку. Но они, ваше, совсем без хвостов. Вот ещё очень далеко. Они тут это поняли, похоже. Забили на атаку. Бульба пока попушит линию, он прилетит вовремя. Тут Алла Косты пока один быкует. Бать на Алла Косты такой, серьёзный. Так, у Бульбика 3000 есть. Бульбик. Короче. Буйбешница, если чё. Чё? Буйбешница, говорю, Бульбик, если чё. Да, Бульбик может. А, ну короче, Демон решил фармить тоже Хексулю. Майл какие-то хер. Ну, два Хексулют, конечно, хорошо. Так что, Рошан? Нет, ещё не появился. Нави вокруг Рошана тусуется, какой-то уже появился. Никто не помнит, когда он появился у Нави. Мне тут смайл напился как-то раз и объяснял, что до нас всегда самый лучший тайминг на Рошана. Мы точно помним. Я смотрю, как и не помнит. А вот он появился. Вот Тингер летит. И первый летит Тингер. Лакосты уже пошёл. Бульба 2 рокета. Прыгает на Пупея. Что, Пупея будет убивать? Нет, не буду. Опа, Дэнди. Хороший. Здесь же Хвост. Где БКБ? БКБ надо. БКБ сейчас в хвоста. Блэкхолл, то есть в хвоста. Лакост, боже, идиот. Лакост вообще непонятно, что делать. Боже, Лакост, идиот. И всё, он без маны. Он проходил весь бой. Стан дал, Сенкинг с ультом ворвался. Вот минус Майлк. Драка, драка, драка. Вот так и умер Майлк. Ну, уже умер Бульба, на самом деле, до этого. Просто он выкопился. Ну, вот что делал Лакост? Что делал Лакост? Я вообще не понял, что делал Лакост. Он... Ну и минус Фир. Вот сейчас уже Фир не уйдёт никак. На своём фиолетовом лосе. Да, я тут не уйдёт, сейчас ему Дакаша закинет яд, и всё. До свидания, Фир. Ой, да ладно, нет. Ну, Смайлк их не прощает. Смайл подстраховал эту историю. Ну, тут уже, конечно, всё близится к тому, что на виду побеждать начинают. Ну, победят, потому что... Что делал Лакост? Потому что ЕГЭт, да, что делает Лакост вообще не прощает. Почему он сразу не вкастовал Блэкхолл? Почему? Да, вообще фиг знает. У тебя БКБ, Санкинг тебя не сбьёт, кастуй сразу Блэкхолл. И это такой, этот, это такой комплекс, знаешь, вот я должен кастануть ульт там в четверых. В четверых, да, 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 да. То есть потому что то, что тот факт, что ты этим Блэкхоллом на 4 секунды вообще в принципе драку меняешь, ну, потому что там какие-то чуваки не могут зайти в драку из-за того, что там этот Блэкхолл. Рошан, ну, очень быстро на этот раз. Да, да, ну тут, конечно, тут уже антимаг такой. Таррин. Рошан вообще затупил. Кура прилетела, умерла. А, да ладно. Просто на Рошана прилетела. Ну, это какой-то дурак вёл, ну, это демон, наверное, он хотел сыр украсть или что-то такое. Кура уже не подымает айтемы, не подымает сыр и эггит. Ну, демон он... Надо читать челезлоги. Демон в доту, ему не надо играть, он так. Он всё знает. Так, Бульби надо перегрузить вторую доту. Бульби реально сказал, что готов к этой игре продолжать. Ты вообще, посмотрите, я просто... Кстати, заметь, Фурён, 12-й левел. Я тебе говорю, я просто открыл себе статистику. Ты открой статистику, посмотри вообще у людей по фрагам. Вот, посмотри. 1-7, 1-8, 1-7, 1-8. Только Бульба старается, похоже. Ну да, Бульба потеет, что ты хочешь. Ну, они реально не это... Они реально как-то очень глупо всё делают. То есть они снесли верхнюю сторону, одну сторону ты снес. У тебя Фурион, Тинкер, да сиди ты дальше и просто фарми. Просто подзажимая врагов там как-то. Сиди, фарми, пофиг на этого антимага. Ничего он тебе не сделает, если у тебя все будут отфармленными. Они пошли уже с той минуты фидить. В итоге забрали всё-таки мид. Ну, сколько раз они нафидили, чтобы забрать мид? Я не знаю, раза три, по-моему, полностью. Умер же там немножко. Раза три, всё и командой отдали. Ну, а с тех пор они просто умирают уже всё. Потому что у них нет стартов, уже ничего давно у них нет. И, походу, они уже давно по деньгам проиграют, а ну да, уже... Уже по экспетам 25 тысяч преимущество просто. Ну, говорю, 12-й левел у этого. 12-й левел у Фуриона. 13-й у Лишака, да. Серьёзно так. Там все 13-й левела, кстати. Кроме Бульба, Бульба 19-ка. Красавчик. Там 15-й Смайл, 17-й Квапас, 17-й Дэнди, 15-й Энчантерс. Ну, понятно, Нави выигрывает эту игру, если где-то очень сильно не затупят. Ой, Нигма покупает даггер. Ах, ну всё. Сейчас буду врываться и кастовать Блэкхолл, да. Ну всё. Мой выход. Нет, они реально вообще непонятно что делать. Лайера, настала твоё место. Если бы они, вот уже поняв, что у них начинаются проблемы, просто пошли бы все собирать никры вместо этого даггера, вместо вот этого Хикса на Фурионе. Тинкер бы купил себе никры вместо... Чтобы поубивали. Хвост забивает И-2 внизу. Они бы уже, да, они бы уже, ну, короче, уже бы что-то где-то сломали. Они просто послали бы никры, как последние нехорошие люди. И эти никры бы ломали там базу, стороны, трон. Нави сейчас просто пойдут понизу. Хотя нет, нет смысла, им быстрее Фурион зайдёт по базу. Нет, 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 я пойду, ты псори на антимага, что я бы ждать. А, нет, ну да, только единственное, что просто Фурион вверх, спельпушь. И это единственная главная проблема, то есть нужно будет софтревел. Хвост с блинками пока доберётся, то есть, да, надо будет софтревел. Да, 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 ну типа хвост уже, псори на его арте, у меня карта должен прям сейчас по типу софтревел купить. Я бы так и сделал. То, что убить его, в принципе, уже невозможно. Тем более дважды. Да. Ну дважды невозможно, один раз возможно, дважды там ману у тинкера не хватит на столько хиксов. Купим бутов тревел, пропушь просто верхний лайн до самого конца, и ты пнись куда-нибудь в мид. К своим, и всё, иди, закончи игру. Это успех. Да, и это будет успех. Блин. Я просто нет воды дома. А что такое? Ну нет воды, но я из-под крана не пью воду, а вода кончилась. Беда. А у меня сушняк, ну типа да, беда. Купи себе фильтр, я себе купил фильтр и теперь пью воду из-под крана. У меня есть фильтр, но он типа такой... Стрис-трис-трис-трис-трис-трис-трис-трис-трис-трис, побежали-побежали-побежали в смоуке. Опа! Свап сенкинга и минус смайл. А вот этот смайл, наверное, без байбэка, да? Есть байбэк, есть. Есть, да. А, да, есть. Ну тогда норм. Ну не будет байбэчиться, подождет просто, ой, тут венгай еще ляжет. Надо давать стан, надо давать стан уже, дает стан. Дает стан, хвост не струйся, реагирует. Опа, тут лакосты, смотри, как может прыгнуть, да? Да, может, может. Если прыгнет хорошо, на этот проек. Слушай, тут хвост вообще в хиксе ползает. Так, хвост мотостайл. Бульбаминус. Все, бульбаминус. Лакост на две иллюзии скистовал бэкхол, красавчик, засосал их. Боже, боже, лакост и лакост. Что с ними случилось? Слушай, они же такие хорошие, в принципе, игроки все. Ну а, ну что творит лакост, это вообще беда в сегодняшней игре. Фир тоже умирает. Ну это, наверное, гага уже. Ну все, да, да все, тут уже на Ви просто идут. Просто не смосить все. Они не смогут пойти, на самом деле. Ну вот как бы не могут, они бы бэкдор-систему перебить. А, ну да. А крипы все очень далеко, потому что в Парион. Не, ну может этот тавр заберут кое-как? Не, это не за... ну запинает, да, тут запинает. Давай, 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 усыри фурион тп что? Дурак. И говори, ну дальше уже нет. Ну тут хвост просто крипов убьет здесь. Десять раз еще никто не уберет. Ну лакост и, конечно, только что ульт две иллюзии, это, конечно, ой-ой-ой-ой. Да, хвост, кстати, купил, вот повторял, вот так я, ну, собственно, читал. Красавчик. Линию тут пропушил очень четко, вот дальше будет стоять, еще крипов убьет. Да, он тут просто устал здесь, куда ему деваться. Ну ему уже пофиг, он тут в любом случае поубивает всех, кто на него пойдет. Айгис, он не потерял, не слушает, вопал там. Не, ну ты передать привет Стигме, отвечаю. Привет Стигме. Привет Стигме. Да. Как там у них в... А, они там последнее место в пролиге заняли. Последнее место? Последнее место в группе, вылетели в Аматорку просто. Вообще. Не повезло им. Опа, опа, побежали сейчас на хвоста. Ну хвост просто пошли вы в жопу, говорит. Да, я сам держу альтабл, потому что здесь неинтересно смотреть. Я теперь, ну, подарю пирог на EGS, они выиграют эту игру. Я думаю, как бы они ее не выиграют. Ну могли, очень даже могли. Да, конечно могли, но ты чего, они ее выигрывали, они не могли ее проиграть на самом деле. Но как бы вот, как бы смогли. Это тоже уметь надо еще проигрывать такие игры. Ну типа надо очень плохо было все сделать, они реально сделали очень плохо. Конечно, на Wii полицию в рот не клади, они молодцы, но если бы EGS все делали... Бля, не знаю, ну хоть наполовину правильно, уже бы выиграли, но они совсем делали все неправильно. Босс просто зашел, ломает Т3. Да, да, он просто зашел, ломает Т3, сломал полтавера и отблинкался. Будет ждать дальше. Ему, в принципе, тут ничего не предъявят, 2600 хп. А у ЕГЭ нет, в принципе, никакого этого, ну никакой физики такой, которая могла бы это пробить даже приблизительно. Да, 2700 и в Хигсе не пробьешь. Да. Где-то может быть, если как-то там, лишь рак, все. Одного его, конечно, они бы убили. Команда-то тоже стоит. Да, очень-очень сильные герои, да, все остальные там, типа Санкинг с блинком, уже 16-й, кстати, сейчас будет Дэнди там, лошадь у всех и Ганимы там, очень много урона. Ну да, тут уже вряд ли что-либо светит ЕГЭ, хотя посмотрим, по миду, говорят, надо. Не, ну всякое бывает, всякое бывает. Вот-вот напали, хвостай, убьют, наверное, нет? Сейчас, сейчас прыгает. Опа, здорово, пацаны. Отлично копает, типа... Чатрис минус венга, хвост, ну, чуть не умер, ты знаешь. Ого-го-го. Хвост еще ульт зарядил, влешракам в БКБ. Тоже бывает, но... Но все равно подогоняли всех, пак Викет Сикк, убили тут уже на базе Демона, Демон Байбэк. Убили на базе Демона, Демон куда-то тупается на базу к... Врагу что он собрался, бэкдорить что-ли? Ну сейчас посмотрим, как Демон борется против антибэкдори, система четвертых товаров. Давай, давай, Дем. Давай, братюш. Давай, Дем, смотри. Не, по одному ХП сносит, смотри. 48, 47. По одному ХП сносит. Мумнави. Вспоминает игру Мумнави, когда тронами был размен. И пишет хай. Молодец, ну такой забавный. Очень смешно. Он думает, что это смешно, наверное. Вот так вот игры проигрывать и хай писать. Да, игра, конечно, была, блин, бешеная. 14-41 счет, но в любом случае было весело. Очень весело. Тут у ЕГЭ явно какие-то проблемы в команде. То есть там типа Майлки пишет ГГ, потом говорит, а команда не согласна. Команда не хочет писать ГГ. Ну, ну. Так, а команда не согласна. Ну, у них там, да, у них там поражения эти все непонятные. Вот они проигрывают ДТС. Они сейчас проиграли шестую игру на Старладе. Шестую. Все, отъехали тоже. По идее, с шестю поражениями уже никак, да? Ну, типа, да. Ну, там вероятность очень маленькая того, что ты попадешь. Да, что еще остальные тоже проигрывают по шесть раз, и ты как-то там выйдешь. Ну, да, да, да. А как ты собрался считать, если, например, за третье место будет, ну, три команды, например, за четвертое место? Ну, плей-офф будут играть. Чего будет играть? Плей-офф. Если три команды, будем считать, ну, будут играть переигрывки. Если три команды. Если две команды, личный матч. Ну, это понятно. Понятненько. Ну, я думаю, так. Вряд ли будет. Хотя, может быть, будет. Не, не, а я думаю, точно будет. Какая-то фигня. Ну, блин, из-за того, что нет ничьих, очень много очков будет одинаковых людей. Ну, да. Ну, если были бы ничьи, возможно, такого бы и не случилось. Так, ЕГЭ-то, ты что-то дефит там. Ну, ну, тут все, тут типа ЕГЭ-то дефит, но как бы снизу у них уже супер-крипы сверху, равные фигня от Бараков. Нави просто помидует тут, давит уже этих крипов, которые побежали на хвостах, Марк, просто побежал, Стан, да. А, а, говорит тебе, Майорк. Еще ты. Окей, хвост развернулся и пошел убивать пацанов. Опа, в Хиксиас, три, что дальше? Ага, говорят, Син Кинг пришел. Хороший старт, и вот... Опа, Лакосты! Первый хороший ульт от Лакосты. Вот если бы он дал несколько таких ультов, ну что это за бред? Ну, он уже не смог, вот тут уже невозможно было дать плохой ульт, понимаешь? Просто чуваки уже лезли на тебя, как, ну, типа, просто лезли. Просто встали в кружок и типа, прыгай, братюнь. Типа того, потому что уже такой перефарм, и столько денег, потом все, кто умер, уже сразу выпустили. 22 у хвоста. Красавчик. Не, на Ви, конечно, молодцы, но ЕКС совсем огорчили, то есть, вроде бы... Ну, то есть, сразу видно, что эта команда потеряла вообще сейчас весь свой класс, потому что раньше эти игроки никогда бы не отдали такую игру. Ну, о чем ты говоришь? Вообще, ты представляешь, там, какой состав? Фир, Демон, типа Лакост, Майл. Ну, состав офигенный, да, и в итоге... Ну, как у них явно в команде совсем какой-то разлад, потому что, ну, это, типа, вообще, не это, не игра. Это, как говорится, не игра до последней тены. Да, 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 да. Ну, ты понял. Я в курсе, где-то слышал. Да! Не заладилось. Ну, все равно 50 минут томили, мучили. Не, игра хорошая. Первые 30 минут, два, потом скучно. Потом уже было понятно отчасти, что на Ви тут побеждают, а ЕГЭ что-то совсем. Фармили, фармили 15 минут, ничего не нафармили, на самом деле, только антимагу дали нафармить Тараску. Не, ну, Na'Vi самое главное, что для фанатов этой команды, что Na'Vi у нас остаются лидерами со 100% показателем. У ЕГЭ на данный момент 10 игр, 5 побед, 5 поражений, 15 очков. Сейчас я покажу таблицу обновленную вам в стриме и бум уже, наверное, на сегодня заканчивать. Na'Vi 9 игр, 9 побед, 0 ничий, 0 поражений, 27 очков. Так, вот она таблица, влетает просто... Не, это реклама влетает, вот она таблица. Na'Vi 27 очков, первое место, второе место, Darer, 9 игр, 21 очко. У Dignetus тоже 21 очко, но у них на одну игру больше. Дальше, CLG и M5 по 18. ЕГЭ, 15 очков в 10 играх, 5 игр у них остались, уже имеется 5 поражений. Ну, вероятность попадания в ландфинал нереальна. It's Gosu, Western Wolves, Infused Mouse и Next по 12, тут такая целая группа по 12 очков. DTS очков в 9, по 6 очков MTV, Quantic и Fnatic и на последнем месте Power Rangers. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...